Что ж, новая неделя. Давно мы не были здесь в Рок-Кальмара. Ну, по работе. Мы тут были недавно, конечно же, с домами, когда гуляли. Но назад в жёлтый школьный дом. Конечно же, холодно. Тут ветер ночью, тут море прямо рядом. Немножко такое ощущение, как сегодня, знаете, 1 сентября, первый раз в школу. С одной стороны, рад идти в школу, с другой стороны, конечно же, нет, потому что опять риски возрастают и насчёт ковида и так далее. Плюс просто вставать нужно будет опять рано, по утрам. Сегодня хотя бы нормально, у меня к обеду, поэтому я встал попозже. А вот в среда 4-5, у меня загруженные дни, и к 6 утра нужно. Вот, а сегодня посмотрим, как пойдёт. Посмотрим, какие будут ощущения. Ну и, конечно же, всем с вами поделюсь. Пришёл с работы, устал, но на самом деле рад был быть в школе. Даже ученики меня порадовали, что, в принципе, ну, по крайней мере, только сейчас было 2-й С и 4-й С, и у них, в принципе, память, всё, что я их учил в интернете, то есть, конечно, не просто так мне там сидели. У меня есть ещё проблематичные классы, поэтому посмотрим, как у них пошло. Но было хорошо коллег увидеть. Столовка, еда, столовка, знаете, было такое ощущение, что это 1-е сентября. Вот, ну, в принципе, хорошо, хорошо. Я думаю, нормально будет даже до конца этой четверти доработать. В принципе, без особых проблем. Вот, слухи о том, что я ухожу уже по всей школе, всем уже всё известно. Ну, там эти люди спрашивают, типа, почему? Они обычно говорят, какой-то самой причиной. Я типа, да-да-да, по этой причине ухожу. Как бы не хочу вдаваться в подробности ни с кем. Ни их не это дело, как говорится. Вот ухожу и ухожу. Вот. Поэтому вот так вот пошёл первый день. Не знаю, что в этой неделе насчёт влога выйдет, поскольку достаточно так напряжённо сейчас поддыхать. У нас послабили ограничения. Мне нужно пару вещей купить. Вот я не знаю, идти сегодня. В принципе, сейчас ещё нет пяти. Люди ещё на работе. Может быть, сейчас быстренько захожу. Потому что мне нужно купить парочку вещей. Мне нужно провод для зарядки. Мне нужно шнурки купить для своих ботинок. Вот. Это как бы, ну, прямо такой осап. Когда придёт зарплата, мне нужно будет вообще посмотреть новую обувь в целом. Вот. Сегодня уже пятница. Школа... В школе закончился в 12.30. Пришёл домой. И, знаете, какая-то неделя, короче, всё пролетело. Ничего не снимал. Ничего может быть. Ещё погода такая стоит плохая. Но сегодня идут парикмахер какой-то. Парикмахерскую. Это хайлайт. Плюс надо ещё по магазинам пройти посмотреть. Мне нужны новые сапоги на весна-осень. Вот. Чё ещё, чё ещё. Ну, просто погулять по магазинам просмотреть. Может, что-нибудь интересного. Ну, зарплата пришла позавчера. Сегодня уже вот так просто эти все деньги растратываются. Больше такого, знаете, по жизни ничего нового особого нету. Пишу вот свою, чтобы подать документы в Тарту. Хочу, чтобы всё было готово. И всё. Как вам моя стрижка? Как вам мои седые волосы? Та же парикмахерская, что она меня вспомнила. Поговорили о жизни. Она такая говорила в конце. Типа, что всё у тебя получится. PHD сделаешь. Всё будет отлично. Вот. Поговорили о школе. Она, значит, ты учитель. Типа, спрашивала, как у меня. Говорила, что у него три. Ребёнок ходит, типа, как у них. Так что вот. Такая вот. Ну, это вчера уже было. Сегодня уже проснулся. Ну, вижу, видите, как помолодел. Сразу похорошел. Все дела. Сегодня встречаюсь с одной подругой на кофе. И с другой подругой вечером. Тоже встречаемся. Пойдём по магазинам. Потому что шоппинг. Вот. И всё. Завтра у нас воскресенье. Завтра нужно будет сделать планы для пятого класса. И посмотрим, что дальше. PHD надо это, блин. PHD надо добить. Мне нужно добить этот самый пропозал. Мне нужно добить мою презентацию в Кембридж. Мне нужно добить. Ну, и мне нужно ещё написать дофига слов, чтобы отправить. Потому что могу от тестирования не пройти. Так что посмотрим, блин. Просмотрим. Печально, но посмотрим. 9 мая. Сегодня день матери. Поэтому всех матерей и своих частностей с этим поздравляю. Вот. Неделя заканчивается. Неделя заканчивается. Ничего, как вы видите, из видео особенного не произошло. Вообще. Только работа. Поэтому и контента не было. Сегодня, конечно, 9 мая. Можно было поехать на маяное кладбище. Но что я там забыл, как говорится. Что я там забыл. Может быть, завтра съезжу, посмотрю, что там по ситуации. Потому что сегодня надо переться. Там народу, наверное, много. Поэтому вот. В этом смысла нет. Какие планы на сегодня? Планов тоже нет. А, нужно сделать планы на неделю для классов. А именно личных планов каких-то нету. Так что не знаю. Сел делать планы и понял, что учебников-то у меня нет. Учебники все остались в школе. Поэтому сейчас еду на работу. Приехал в Роккармара. Посижу на работе. Воскресенье, да, конечно. Посижу немножко. Напишу планы тогда и пойду домой. Ну, хотя бы, знаете, из дома выбрался. Прогулялся немножко. Хоть чего-то нового. Погода отличная. Вот, иду так. Ну, как бы ветер. Поэтому в куртке нормально. Так, ну, на распашку. Солнце светит. Хороший день. А вот и моя школа. Я ее раньше вроде в своих видео не показывал. Как она выглядит. Здесь отель. Мы, кстати, с сестру здесь останавливались. Она вот, может, узнает. Там вот море. Красиво очень. Место, где работать. Вот. И прямо из тех окон, там в некоторых классах видно, видно на море. А вот сама школа. Конечно же, но хорошее место, где работать. На локации и так далее. Я на Трине, Смяги, просто прохожу здесь. И кто-то принес гвоздики к... Где раньше бронзовый сладостал. Смяги, там гвоздики втыкнуты. Зачем? Объясните мне, зачем доносить гвоздики сюда? Здесь уже никто не стоит. И там уже никто не похоронен. Что ж, уже вечер. Поэтому видео будем заканчивать. Я только что отправил документы в Тартусский университет. И теперь будем ждать в июне. Где-то узнаю. Какой-то результат. Спасибо, что смотрели. Видео маленькое. Ни о чем ничего не происходит. Но надеюсь... Как бы интересно, что в жизни. Вот. Всем спасибо. Всем удачи. И пока. Всем пока.